Представить вам первого бойца четвертой пары Сар Шемеш! Сар Шемеш! Израиль! Вот раз 24 года! Коричневый бой по бразильскому джиу-джитсу! Чемпион Израиля! Первое место Москва Open! Чемпион Европы GGIF! Третье место GGIF World Club Soul Spider Израиль! И его сегодняшний соперник Маттеус Луна! Маттеус Луна! Маттеус Луна, США, возраст 25 лет! Счетный бой по бразильскому джиу-джитсу! Второе место в чемпионате мира по версии IBGJF 2020! Первое место в чемпионате мира по версии IBGJF No Kid! Второе место в чемпионате мира по версии IBGJF 2019! Третье место в чемпионате мира по версии IBGJF 2019! Не будем лукавить и скрывать, кто фаворит в этой схватке, да? Видно, что Сар Шемеш нервничает, ну, именно, как бы, вот, ты знаешь, я как тренер всегда учу ребят не создавайте себе идолов. Чемпион, который стоит напротив вас на соревнованиях, он чемпионом был вчера, сегодня он такой же, как и вы. Поэтому очень важно вот уметь вот это преодолевать, потому что это дает, знаешь, минутку сомнения. Если ты знаешь, что это человек какой-то чемпион, там, топчик, и ты ему мог бы что-то сделать, но вот это сомнение, которое у тебя пролетает в отсознании, а он же топ, я ему это не сделаю. Не должно этого быть. Лучше всего вообще не знать, вот я, мои ребята, большинство даже не смотрят ни Инстаграма, они даже чемпионы мира не знают. Так, и нельзя не отметить то, что Луна выглядит покрупнее своего соперника, и посмотрите, как уверенно с прямой спиной начинает бороться, да. Ну, типичный, я вам скажу, это типичный бразильский стайл, скажем так. Преимущество вообще бразильских ребят, большинство, это психология. Я практически никогда не видел сгоревшего бразильца, да, как говорят на сленге борцов. Сгорев, в смысле, перегорел, перенервничал. Типа мы здесь были, когда вы еще под стол пешком гоняли, да? Да, да, да. Сэмиш, смотри, как он вкручивается в ноги, неплохо, неплохо работает. Дело в том, что Сэмиш очень неплохой грэпплер, я смотрел встречи. Никто не говорит, что здесь Луна будет легко, или тем более в таких правилах. Еще раз повторюсь, ты можешь быть самым титулованным, там, доминировать по баллам, позиций занимать, но попасться в какой-то сабмишн, и на этом все закончится. Сэмиш выходит на ногу. Ну, кстати, израильтяне эти прямо умеют в леглоке. Да, хорошая штука. А Луна очень круто проходит гард, но не зафиксировал. А вот это знаешь, что такое Янис? Это борьба с трех лет, это чувствительность. Конечно, да, да. Это просто тайминг, и прям он как по маслу туда пролетел. Много лет проведенных на ковре. Ну, видишь, ему дискомфортно достаточно бороться, вот, против леглокерского, этого стиля. И плюс ноу-ги, опять же. Все-таки он всю жизнь боролся в ги, я думаю, что ноу-ги, как и все бразильцы, он на лет 21 раз попробовал. Да, ну, хотя он и затащил Абиджеф по коричневому, да. Но все-таки, конечно, это прежде всего человек из ги-шной тусовки. Да, не раги. Ну, а Сэмиш продолжает делать грязь с ногами. Почему грязь с ногами? Ну, это так, ну, типа, щит, дёте, ну, вот это, да. Я понял, ну, это как стереотип такой, опять же, да, по крайней мере, раньше бразильцы многие не любили, говоришь, типа, слышал, что... Говорят, что Тактаров научил вообще бразильцам делать ноги. Ну, не знаю, может, говорит сам Тактаров. Ну, да, как раз, он и говорит. Ну, в общем, грязь в хорошем смысле, безусловно. Ну, понятно. Исключительно в хорошем смысле, когда я говорю про грязь с ногами, это, это... На самом деле, все техники хороши, нет плохих техник, есть ненаработанные техники. Что угодно, если оно у вас наработано, оно будет работать. Итак, Матис Луна у нас работает сверху, будет сейчас проходить Гард Сарас Сэмиша. А может и не будет, может пойдёт на новый. Может быть и не будет, да. Но у него это уже практически получилось, вот, осталось свободить колено. Да, видно, что Луна именно не хватает, конечно, Агишки. Да, да, да. Ну, и на самом деле, да, мы видим то, что как раз-таки под Сэмишен Онли особо, видимо, не готовился Матис Луна. Я думаю, что, вот честно скажу, что такие турниры, скажем так, они... Вот, бразильцы эти часто, они нет такой специализированной подготовки. Они готовятся только там под Чемпионат мира IBGF или под ADC. А так они просто постоянно тренируются в обычном режиме и всё. Как бы не расценивают, мне кажется, что это что-то очень важное для них. Ну, вот мы, собственно, и наблюдаем то, что Сарас Сэмиш, который, ну, как бы на бумаге, конечно же, намного менее титулованный и выглядит слабее. Он сейчас доминирует, активничает и вот даже вынес своего оппонента за пределок врага. Вполне возможно, что дойдёт сюда позиционки и... И непонятно, что там будет. Да, да. Меня вот ребят большинство спрашивали, Жека, ты как думаешь, там, кто фаворит, ну, если не брать твоего, там, ученика. Я говорю, пацаны, здесь, да, я знаю, что тот титулованный, тот и потенциально он может что-то показать, но... Какой горткул, ты посмотри. А, ну, он сейчас немножко подправит... Сэмиш специализируется на этой фишке, я смотрел его с вами на ютубе, он очень часто запрыгивает. Слушай, да это ведь я у тебя в обзоре на канале, у Яниса на канале в обзоре есть это всё. И Янис ещё рассказывал о том, что Сэмиш не сможет это сделать, но убить. Ну, я ставил это под вопрос серьёзный просто. Да, да, да. Это чтобы не сможет. Ну, вот у нас опять грязь с ногами. Кстати, сейчас Матис Луна пытается выйти на трак. А, нет, он идёт за спину. Он идёт за спину. Какой трак, да, о чём я вообще? Я даже браздил. Что, твистер? И очень успешно. Нет, нет, он идёт за спину, это чисто такая брейкбола, вариация. Да, да, да. У нас есть уже ситбелт, Матис Луна забирает спину, есть контроль корпуса, есть треугольник на корпусе. Слушай, да, Луна, конечно, нашёл... Чётко отключает руку, классика жанра, всё правильно делает. Луна нашёл брешь, нашёл, что ему можно сделать. И вот теперь уже Сэмишу нужно думать, как, собственно говоря, не проиграть досрочно. По крайней мере, додержаться. Если даже не сможет выйти, уже три минуты осталось. Да, уже цело три минуты. И вот что нужно отметить, то что... По-моему, хороший захват есть. Не видно нам отсюда, но там... Есть, есть хороший. Там рука под шеей, да, там есть захват. Нет, нет, ручка заблокировал. Рука у Сэмиша есть внутри, но не факт, что она ему как-то помогает. Думаю, идёт. Ой, да, это очень круто было. И сам идёт тут же на хил. Тянет ахил Сар Сэмиш. У меня забрали моего напарника. Окей, у нас очень жаркая схватка, очень крутая. Я вообще на самом деле думал, что мать Аслуна, как уважающий себя Бразил, не отпустит уже, забрав спину. Там было целых три минуты, когда он забрал спину. Ну, в принципе, он проатаковал, он попробовал реализовать вот этот свой шанс. Не особо получилось. Я, правда, убегал. Ага, да, ничего особо не пропустил. Я говорил про то, что думал, что мать Аслуна сейчас будет мучить вот со спины, как типичный Бразил, все оставшиеся три минуты, но он сразу решил проатаковать. Скорее всего, дойдёт всё это до позиционной работы. Да, да, действительно, очень равная борьба, опять же гардпул. Ты знаешь, вот сейчас Луна ходит в стойке, так и я думаю, что, ну, если так произойдёт, что там он встретится с бабью щеком, хотя они с разных подгрупп, да, с амбистом. Не стоит так ходить. Не стоит вообще. Может и колено улететь, да? Да. И, кстати, с недочеком тоже не стоит так ходить. И с недочеком тоже, да. Ну, вообще, на самом деле, да, вот, не могу не сказать, что мне складывается впечатление, что Луна самый переоценённый пока в карте, потому что по Сабонли как бы не то, чтобы он прямо-таки доминирует. Нет, я лично о своём не скажу, я не говорил о том, что он прямо, я говорил о том, что он самый титулованный. Нет, это я говорил то, что он один из фаворитов. Это я про себя, конечно. А у меня, кстати, помнишь, когда была жеребьёвка, и я сказал о том, что здесь реально все могут затащить, ты говоришь, не надо этой фигней, помнишь? А я действительно, я искренне так думаю, что здесь может затащить каждый, потому что... Не, понятно, потому что это не по объявлению пацанов набрали, конечно. Да, да, то, что мы сейчас видим, что вот Луна, в принципе, если бы они бороли свой бюджет, ну, давайте так, у Сэмеша ни одного шанса нет. Да, конечно. Но здесь не бюджет. В этом и весь интерес. И знаешь, ещё какой тоже момент могу сказать по тому же Луне, мне кажется, вот сейчас он достаточно тяжело дышит, это всё-таки перелёт. Ребята не учли, или у них просто не было времени, нужно было приезжать немножко раньше, потому что нет времени, они тут тоже, Луна прилетела вчера из Америки, представляешь, это какое предел. Да, очень далеко лететь, и, конечно же, джетлаг он не успел. И в этом плане преимущество ребят, которые из ближних стран, там, из Украины, то, что они всё-таки в своём часовом поясе, это тоже важно. Как тренер могу потом сказать, у нас были такие ошибки. Итак, у нас осталось 20 секунд, пробует Дарс, ну, такой не очень уверенный Дарс, да, пробует Луна, освобождает ногу. Это точно не пойдёт, да, и у нас будет серия пенальти. Ну, уже, наверное, не стоит тратить силы. Ну, вот Вайбежев, мне кажется, Луна набрал за схватку баллов 20, да? Да. А в Submission Only Сэмиш сделал, ну, я не знаю, адвентаджей 5-6, наверное, болевых. Да, ну, и знаешь всё что, Сэмиш, наверное, меньше устал, потому что Луна был активнее. И сейчас у него преимущество. И вот сейчас все титулы уходят просто, ну, куда-то далеко, потому что сейчас всё. И мы видим, что Луна очень уставший. Ещё раз повторюсь, я уверен в том, что это проблема перелёта и акклиматизации. Очень крутую схватку мы наблюдаем, прям, ну, я вот реально не знаю, кто выиграет. Прямо-таки 50-50, 50 на 50. Начинает со Spider-Web, с Арсэмиш. Луна правильно, что случилось, не понял. Проводит тонкую настройку позиции. Луна очень правильно защищается, видишь, берёт сразу ручку-подножку. Да, конечно. В принципе, я бы, если был тренером Сэмиш, я бы сказал, что так не нужно делать, потому что это уже защита. Это уже защитное действие. Ну, посмотри, он уже защитился, грубо говоря. Не, ну да, я знаю, да, это защитил. Я просто думал, что так и можно, и нужно. Ну, это, да, тут уже как бы... Сарсэмиш выдёргивает локоть, но... Почему? Из-за вот этой руки. Да. Не было плотности, да, в бёдрах и выдернул локоть Луна. Мне кажется, тренер Сара не досмотрел-то. Я бы поднял этот вопрос. Не дал бы так всё-таки, потому что, ну... Ну, сейчас Сэмиш сам заправит свою руку под колено. Кстати, конечно, Луна мастер, но всё-таки стоит ближнюю руку в голове заправлять, когда берёшь ещё к локте. А вот здесь есть плотность у Луны. Да. Может выдернуть, может выдернуть. Сейчас руку Луна. Луна тянет руку, защищается Сарсэмиш. Есть ещё позиция. Сейчас, напоминаю, если Луна сделает, он победит. Если Сэмиш уйдёт, будет второй раунд. В средней плотности такой контроль у Луны. Левая его нога заблокирована, и да, выдёргивает локоть Сарсэмиш в итоге. То, что я говорил, вот нужно было запускать ближнюю руку в голове, потому что второй рукой ты контролируешь ноги своего оппонента. Это первый год обучения. Да, в самбо. Да. Ну, вообще любой борьбы. Не, меня даже в самбо этому учили, да. Да, да. Итак, Сарсэмиш, бэк-контроль. Нет, рано. Фальстарт. Погнали. Треугольник на корпус накидывает Сарсэмиш. Пока что контролит своего соперника Сар. Пойдёт на рычаг. Правильно защищается Луна, переводит такую шурупу. Луна сейчас развернётся и выйдет. Да, да, да. А вот здесь, ну, мне кажется, что всё-таки у Луны больше компетенций. Ну, просто потому, что он сможет проконтролить 20 секунд. Сар вышел Луна за 19 секунд. И сейчас ему нужно держаться. Сейчас для победы 20 секунд. Да, он просто может его подержать. Это же Бразил и бэк-контроль. Банально подержать. Да, ему даже не нужно атаковать. Нет, он атакует. Смотри, рука под шеей. Сейчас постучит Сар. Это победа. Это победа Матиса Луны. Очень круто. Надо же. Шикарная встреча. И подтверждение в очередной раз того, что всё-таки... Всё-таки, когда ты на соревнованиях, титулы все в прошлом. Да. Субтитры создавал DimaTorzok